Прежде всего мы приветствуем нашу аудиторию. Мы это собравшиеся сегодня в студии участники программы. Прежде всего хочу представить Валентина Сергеевича Зорина. Валентина Сергеевича Зорин, политический обозреватель «Голоса России», профессор Института США и Канады. Гость нашей программы Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор. И ведущий программы, политический обозреватель «Голоса России» Евгений Грачев. Вот в таком составе мы собрались за полукруглым столом. Почему он полукруглый? Потому что по другую сторону стола, видимо, вы, уважаемые наши радиослушатели, зрители, читатели. Вот когда наш стол станет круглым, только при одном обстоятельстве, когда вы начнете звонить в нашу программу. Телефоны «Голоса России» я называть не буду, они звучат в эфире постоянно, но если вы будете звонить и присоединяться к нам в дальнейшем, ждем ваших звонков, писем, ваших вопросов, может быть, и ответов, будем рады любому вашему участию. И тогда наш стол действительно станет круглым. А сейчас я хочу сказать вот о чем. Мы живем в такое время интересное. Ну, во-первых, во многих странах мира, и в нашей стране в том числе, множество людей говорят о конце света. Называют календарь ушедшего народа индейцев майя, вот конец света настает, все, готовьтесь. Вы знаете, конец света предрекали еще с наступлением 2000 года. Мы помним целую толпу предсказателей, предсказательниц, надетых во всякие экзотические одежды и балахоны, которые пугали концом света на миллениуме. Ну, и многие из них потом держали ответ перед законом за свою такую вот деятельность. Почему я вспомнил об этом обо всем? Потому что конец света, видимо, все-таки еще не скоро, а вот что касается событий, которые происходят в мире вокруг нас... Если будет он... Если будет конец света. Ну, кто-то сказал, что солнце погаснет через 3 миллиарда лет. Четыре. Четыре, да. И кто-то по этому поводу даже заплакал. Ну, дай бог, чтобы до конца свечения нашего светила программа «Голос России» работала. Ну, я думаю, да, «Голос России» постараемся как-нибудь до конца света дожить, чтобы «Голос России» дожил. И почему ты об этом заговорил? Потому что события, которые происходят вокруг нас, ну, если это не апокалипсис, то, во всяком случае, очень неприятное явление в жизни, которое мы видим. Вот экономический кризис. О нем говорят, говорят и говорят. Экономический кризис порождает политический кризис. Трясет не только экономику, трясет и политику, трясет правительство. Падают одни правительства, появляются другие. Причем все это накладывается на некие выборные кампании. И одни говорят, я веду свою выборную кампанию, потому что я прекращу войну. Другие говорят наоборот. Я начну новую войну, но зато освободительную, в интересах широкой демократии. Ну, вот для этого мы и собрались в этой студии, чтобы шаг за шагом разобраться в том, что происходит. А мне кажется, что происходит вот что. Происходит смена исторических эпох. Смена, причем не простая, а в условиях разлома, в условиях цивилизационных сдвигов. Наверное, это так. Профессор. Я совершенно согласен. Я думаю, что вот так случилось, что мы, эти поколения, живут на переломе. Переломе и переходе от одного мира, от одного миропорядка к совершенно другому. И поскольку, как известно, большое видится на расстоянии, может быть, не все отдают себе в этом отчет, в тех глобальных, очень глубоких переменах, которые начались и будут происходить. И я думаю, что наши дети и внуки будут жить уже в другом мире. И мы сказали, Евгений Тихонович, о экономическом кризисе. Действительно, кризис серьезный, глобальный. Мне кажется, что он покруче того, что принято именовать великим кризисом 30-х годов, потому что затронута практически вся мировая экономика. И поскольку политика, это, как известно, продолжение экономики, так сказал классик, то происходят и политические потрясения. Ну вот, возьмем Соединенные Штаты. Собственно, нынешний экономический кризис стартовал в ноябре 2008 года на Уолл-стрит, когда для начала лопнул Лименбразерсбанк, существовавший 150 лет. Потом началась цепная реакция, которая захватила всю мировую экономику, к сожалению, и нашу тоже. И сейчас Соединенные Штаты далеко не выкарабкались из этого кризиса экономического. И это так же, как и в других странах, плотно пересекается и с политическим кризисом. Вот сейчас, в эти дни, Вашингтон переживает очень напряженные часы. В общем, грозит Соединенным Штатам технический дефолт. Государственный долг достиг разрешенного потолка. Потолок этот может разрешить поднять только Конгресс. Большинство в Конгрессе у республиканцев, они сочли, что ухватили Ахиллесову питу Обамы, и разрешение на повышение потолка разрешенного государственного долга не дают. И если не дадут, правительство всячески их пытается умаслить, идет даже на уступки. Если не дадут, то возможно, что в государственной казне в ближайшее время не окажется денег для выполнения основных функций, выплат. В общем, это очень серьезная ситуация, где вот переплетаются проблемы экономики и политики. Кстати, простите, какой долг сейчас у Соединенных Штатов? Вот размеры долга. Вы знаете, это самая великая тайна мира. Нет, нет, Леонид Григорьевич, это есть вещи, которые удержать нельзя. Вы знаете, в 89-м году в центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, повесили огромный экран электронный, где бегущая строка показывала государственный долг. Когда я подошел к этому экрану, я так несколько оторопел, потому что бежала на этой строке цифра 2 триллиона 300 миллиардов долларов. Вы показывали в динамике. Да, да, но там все время эта строка бежит непрерывно. Мне показалось, что 2 триллиона, ну, это очень много, трудно себе представить, но дело в том, что сегодня на этом экране, а он по-прежнему действует, бежит цифра 17 триллионов 500 миллиардов долларов. Это уже, ну, просто трудно представить себе так. Вообще невозможно. для людей, у которых нет абстрактного математического мышления, представить себе размеры этой суммы трудно, и с этим связаны самые серьезные политические, и не только политические, но, Леонид Григорьевич, военные последствия в этой совершенно беспрецедентной ситуации. Валентин Сергеевич, мы еще вернемся еще раз к этому, прямо на этой, вот к этой точке. А сейчас я хочу спросить Леонид Григорьевича, пока мы не дошли еще до военных дел. Вот то, о чем говорит Валентин Сергеевич, то, о чем мы говорили в самом начале, с точки зрения геополитики, какие имеет объяснения вот этот хаос, который, иначе не определит, что сейчас происходит в мире, на мой взгляд. По-моему, это просто хаотичное движение каких-то разных политических сил, движимых и экономическими, и политическими мотивами, во всяком случае, я не вижу тенденции. Или это я их не вижу, а они есть? Нет, есть не только тенденции, есть закономерность. Ну, во-первых, я скажу, что геополитика мыслит категориями исторических эпох, эпох планетарных пространств и мировых цивилизаций. И вот с этой точки зрения, с этого угла, если смотреть, то это и есть естественный процесс развития человечества. Когда человечество движется, эволюционирует с войнами, какими-то катаклизмами, движется вот в одном направлении, но вот та заданная модель развития человечества, это и духовно-нравственная сфера, это и экономика, военное дело, политика, вот она просто вырабатывается. И тогда происходит, ну, как у нас закон, перехода количественных там показателей в качественные, вот мы сегодня на этом этапе находимся. То есть, мы переходим в иное качественное состояние. Чем оно характеризуется, это новое? И я согласен полностью с Валентином Сергеевичем, это вот некий переходный сегодня этап. Ну, не бывает так, сегодня встал в одной эпохе, лег в одной эпохе, проснулся в другой. Так вот, с чем, что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем, что западная модель траектории человеческого, общечеловеческого развития, она всё выдохлась, выработалась, и сегодня ей на смену идёт другая, по сути дела, эпоха с другими главными субъектами мировых исторических процессов. Мне близки работы Арнольда Джосефа Тойнбе, это английский мыслитель, вот, и он вот как бы движение человечества и траекторию развития видел таким образом, что перед человечеством встаёт вызов, возникает глобальный такой вызов, и человечество обязательно находит на него ответ. В чём мы видим сегодня ответ? Вот западная модель развития человечества, которая была навязана, Советский Союз в какой-то мере там затормозил. Леонидович, она примерно пять столетий вообще-то существовала, эта модель. Да, экономика это чисто британская или англосаксонская модель вот в мировой экономике действует, ну, позже там банковская система пришла оттуда же. Вот. И сегодня мы видим, что на смену западной цивилизации, так её называют, вот, приходят другие субъекты. Запад подавил, и прежде всего мировая финансовая система подавила самостоятельность государств сегодня. Они сегодня не могут определять мировую политику. И мы видим, что появляются некие, ну, такие суррогаты, что ли, никем не учреждённые, как там Доволжский форум, там, восьмёрка, двадцатка и так далее. Вот. Но в то же время мы видим, что, вот, подавляя государства, те же западные структуры, прежде всего финансовые, рождают себе в качестве ответа новый, новый субъект. Это мировые этнокультурные цивилизации, региональные цивилизионные объединения, вот как Евросоюз, например. И сегодня мы видим, что три главных, как бы субъекты образовались в мире. Это транснациональное сообщество, которое навязывает и государствами, даже цивилизациям свои нормы поведения. И в политике, и в экономике, в развязывании войн и так далее. Второе, вторая вот эта сила, или в качестве субъекта, это возрождающиеся цивилизации Востока, включая и возрождающую латиноамериканскую цивилизацию, мы ее относим к цивилизациям Востока. И, конечно, в качестве цивилизации выступают государства и межгосударственные объединения Запада. Это проявляющие Северная Америка и вот объединенная Европа. И вот между ними, между этими тремя субъектами идет негласная мощнейшая, ну, не назовем война, конкуренция. И они сегодня воюют за три главных глобальных объекта мира. Это ключевые районы мира, так, в американской стратегии национальной безопасности записаны ключевые районы мира, то есть наиболее важные, вот, стратегические коммуникации и глобальные ресурсы. Вот, что сегодня происходит. Но мы видим динамика развития более высока у восточных цивилизаций и Китай, и Индия, там, ну, потом и Иславия. Кстати, о Китае я хотел просто спросить, вот в этих ваших трех вот этих, как вы их называете, центрах, трех субъектов, а Китай куда подевался? Нет, Китай, и мы говорим вот эти три субъекта, я обобщаю восточные цивилизации, но когда о геополитических центрах мы говорим, вот с привязкой, транснациональный сообщество это размытый субъект, а вот когда говорим о центрах, то вот она Северная Америка, США, Канада, Мексика, Европа, как самостоятельный субъект, и Китай тоже как субъект вот первого уровня, как центр, и между ними идёт вот эта вот борьба, а финансовый интернационал присутствует. давайте добавим Индию. Индия это второй порядок, и я вот об Индии скажу несколько другое, это второй уровень, вот эти три вернёмся. Хорошо, тогда вернёмся на ту же точку, с которой ты обещал, Валентин Сергеевич. Мы подошли сейчас к Соединённым Штатам с точки зрения не только экономической, не только уже политической, но и военно-политической составляющей. Я хочу продолжить мысли Леонида Григорьевича, и не просто идёт борьба, новые силы прорываются, а Соединённые Штаты отнюдь не готовы уступать своей позиции, причём это не только амбиции, это ещё и мощная экономика, самая мощная в мире, и технология, научные центры, в общем, это серьёзная сила и амбиции. Вот, когда республиканская администрация пришла к власти, в 2001 году была сформулирована стратегия национальной безопасности, которая стала известна как доктрина Буша. Я процитирую, потому что это свидетельствует о том, на что претендовали в начале этого века Соединённые Штаты. В доктрине говорится, что американское лидерство в мире должно быть подкреплено непревзойдённым военным превосходством Соединённых Штатов, концепцией превентивной войны, предусматривающей нанесения военных ударов до того, как в отношении Америки будут предприняты враждебные действия, готовно действовать в одиночку, если не удастся достигнуть многостороннего сотрудничества. это 2001 год. Прошло 10 лет и летом минувшего года, в августе, администрация Обамы меняет стратегическую доктрину, выдвигает новую, где повторяет естественно традиционные претензии на американское лидерство, но при этом я тоже процитирую, Соединённые Штаты, говорится в этом документе, более не в состоянии осуществлять в одиночку время 21 века. Это время не может больше ложиться только на плечи американских солдат и граждан. Это было в августе, а 5 января этого года была выдвинута Вашингтоном третья доктрина, ну вообще беспрецедентно за 10 лет три военные доктрины, где суть при сохранении претензий на лидерство, в общем, значительное, серьёзное уменьшение военных расходов. Вот здесь и есть прямая связь с этими 17 триллионами, о которых я сказал, конечно, я думаю, надо, вот никто из американских руководителей это не признаёт вслух, но Америка надорвалась, вот та военно-стратегическая доктрина, политика, о которой, в частности, Леонид Григорьевич, Вы говорили, она оказалась сегодня американской экономике не под силу. Это так, Леонид Григорьевич? Да, безусловно, безусловно. Дело в том, что американское лидерство держится, ну, на трёх, будем говорить, вещах. Тут что первичное, что вторичное, да, это прежде всего американский доллар, особенно после 1971 года, отвязанный от золотого эквивалента, и дальше вот на 100 долларов. Как доллар в 44-м году привязали? А привязали его, кстати, да, а потом отвязали. Он стал резервный. И в результате, вот смотрите, да, там правительство должник и правительство перед Федеральным резервом, но вот на 100-долларовую купюру сегодня тратится 11 центов, а всё остальное это, по сути дела, прибыль. И вот хождение доллару, расширение зоны действия доллара, оно вот с каждой этой бумажки приносит американцам определённые дивиденды. И это вот первый, держится на долларе. Второе, что ли, элемент вот этого американского могущества, это поддержка доллара с помощью военной силы. Ну, давайте посмотрим, препятствовал Слободан Милошевич кождению доллара, Саддам Хусейн вообще запретил, сегодня Иран не производит расчёты за доллары, Каддафи предлагал золотой Китай с Японией начинает торговать на юане. И с нами то же самое. И вот опасность для американского могущества как раз заключается в сужении доллара, сужении зоны действия доллара. Поэтому хотим соглашаться, не соглашаться, но то, что финансовая война между зоной доллара и зоной евро идёт однозначно. И европейский кризис во многом сегодня как раз связан с этим. И третье это политическое могущество США. Оно опирается и на доллар, и на военную мощь, а даже... И на пропагандистскую машину, позвольте заметить. средства информации как инструментарий для проведения политики. Вот три кита, на котором держится могущество Америки. Но посмотрим, почему даже Обаму избрали, и я сразу говорил, что изберут. Он был необходим, потому что доктрина Буша привела к тому, что Америку стали ненавидеть, а значит стали не любить доллар и пытаться избавиться. И поэтому вот он пришёл миролюбивый, Нобелевскую премию, чуть не сказал Ленинскую, мира, и тут же начал те же агрессивные действия. И, кстати, Игорь Григорьевич, ну вот за 10 лет три военных доктрины. Ну, это как вам, как человека военного в данном случае, не как политолога, как военного. Как вам представляется это вообще? Вот поставьте себя на место американского генерала. Ну, вообще-то давайте Америке и американским военным позавидуем. Не в сущности их политики, а в последовательность. Кто бы не пришёл вот резких таких кульбитов, то в том числе и в военной стратегии, во внешней политике у них нет. У них есть вот эта преемственность. Вот. И поэтому военные особенно не переживают. Другое дело, вот что привязка к доллару и к политике военного дела, она вынуждает менять и военную доктрину. Позволю чуть-чуть не согласиться с вами, потому что, конечно, американская военная каста, она стабильна, но денег им стали давать меньше, и Обама в третьей своей доктрине уж очень серьезно аппетиты Пентагона подрубает при провозглашении лидерства и все амбиции сохраняются. Амбиции, да, амуниции немножко не хватает. и вот в связи с этим я хочу сказать, что вернуться к мысли, что Америка надорвалась, вспомнить свой разговор с Генри Киссингером это было в 2004 году, разговор был неофициальный, это не было интервью, где Киссингер сказал, что идея американского лидерства вызывает сейчас серьезные сомнения, и мы находимся перед необходимостью, как он сформулировал, мучительные переоценки, мучительные для Киссингера и тех, кто должен переоценивать, но он признал необходимость этой мучительной переоценки, и я запомнил этот разговор с Генри, потому что он от этой идеи не отошел и при Обаме, и хотя он такой идеолог республиканской партии, но на Обаму оказывает большое влияние, и в этих всех изменит, но он собственно сейчас самый крупный идеолог в Вашингтоне, и вот это осознание людьми типа Киссингера необходимости мучительной переоценки, вот мы с вами и будем наблюдать независимо от того, чем закончатся в ноябре выборы усидит ли Обама или по-моему политическое ничтожество Ромни за счет ошибок Обамы выскочит наверх, независимо от того, кто будет в Белом доме, вот эта мучительная переоценка, о которой говорил Киссингер, будет делаться, потому что выхода другого нет. И мне кажется, что это переоценка, о которой Киссингер задумался, Киссингер это архитектор американской внешней политики в течение многих лет, мне кажется, что вот эта мучительная переоценка еще объясняется и тем, о чем вы говорили, то есть в мире происходят процессы не только благодаря тому, что забурлила Америка, забурлила Европа, забурлила экономически, забурлила биржа, а происходят процессы, где забурлили совсем иные, иные процессы происходят в мире, в иных регионах. Вот смотрите, Ближний Восток только что на наших глазах совершилось, ее называют сейчас арабской весной, но эта весна перешла потом, вы знаете, в лето, лето перешло, в осень, в зиму, но уже новая весна и так далее. Я это условно для себя назвал арабские сезоны. Знаете, помните, были такие русские сезоны в Париже и так далее. Арабские сезоны, потом сезоны меняются, а суть остается прежней. Ну, что здесь во главе угла? Что первично? Где яйцо, а где курица? То есть, это американский рывок, очередной рывок к ресурсам, которым богат Ближний Восток, или это взорвавшийся котел, который много лет был завинчен существовавшими режимами, кстати, при поддержке Соединенных Штатов. Вот здесь, с точки зрения геополитики. Евгений Тихонович, если я маленькое добавление сделаю вот к одному замечанию Валентина Сергеевича в отношениях там власть и военной, будем говорить. Сегодня Обама пошел на беспрецедентное сокращение военных расходов. И вот мы выловили, ну, первая задача стояла, почему он так пошел. И вот одна из причин, я не говорю, что она главная, что даже по отношению вот к политике против или политике там совершения агрессии против Ирана военные стали вдруг ну, нейтральными раз. Стали изучать американские исследователи, а почему военные вот против военных. Обожглись на Ираке. Да, но одна из, вот то, что выявили и то, что вот наше агентство на Макон поймало, Обама, ну и в целом будем говорить власть нынешняя политическая не может американским военнослужащим платить достойно по их меркам, достойно за участие в войнах и вообще за, ну, повышение уровня жизни. Общий уровень падает. И вот они сокращают там войны даже, целые войны, чтобы не вызвать оппозиции со стороны военных. И вот по поводу этих процессов, которые происходят вот, скажем, на Востоке. Там есть вот то, что происходит, это есть, опять же, естественное, объективное развитие ситуации. Давайте посмотрим исламский мир. Вот мы говорим о мировых цивилизациях. И вот исламский мир и особенно его ядро, историческое ядро исламского мира, Арабский Восток, он стратегически отстает в развитии. И если раньше и всегда отставал от Запада, то сегодня отстает и от Востока. И вот это ощущение своего отставания, оно, прежде всего, конечно, касается молодого поколения, среднего поколения, молодого поколения и так далее. И люди начинают задумываться, а почему мы живем хуже китайцев, хуже малайцев, кстати, хуже европейцев и так далее. Это вот первое. Второе, то есть почва для того, чтобы возбудить революцию, социальная почва, она существует. И вот в Тунисе произошло вот это восстание. Образованная и довольно состоятельная молодежь. Да, и я вот мы не видим, что кто-то там вмешался, ну, устраивало и Европу, тот же Бен-Али устраивал, и ситуацию, и Америка, я думаю, устраивала, но вот это уже почва социальная настолько накалилась, что вот действие одного молодого человека, попытка самосожжения там, вызвало взрывную. То есть, это вот как газ по квартире, не дай бог, что... Ну да, то есть, тут мы сталкиваемся со старыми нашими установками представления, что есть причины войны, есть повод для войны. Да, то есть, есть причины и есть семь пулей в сарайе, как говорится. Социальные условия созрели, немедленно социальные проявления, значит, касаются политической сферы, а вот он там 30 лет там, ну, где-то и больше отправит, везде свой клан, это действительно там. Так что, ну вот, долго стоит у власти и вот эти многие арабские лидеры, они сегодня из героев, они были героями, кстати, да, они превратились сегодня в негодяев, потому что создали пирамиду, ну, из родственников, окружения, которое, ну, как бы закупоривает вот эти социальные поры и так далее. Вот это... Пирамиды разрушены. Да. Садама, злодея, нет, а Ирак накануне распада. Да, Каддафи убили Ливан накануне превращения в три государства. Да, в Египте дерутся не только футбольные болельщики, а это свидетельство накалённости всего общества Мубарака. нет, вот на них ставили, это были сильные лидеры, и неизвестно, выиграет Запад. Он уже проиграл, Вот вы знаете, Мубарак. Приходят радикальные исламистые группировки. Да, если говорить о Мубараке, как он стал президентом, это всегда был преданный офицер, преданный Гамаль Абдул-Насару. Он был полковником ВВС, знаете, египетская форма, в нашей Академии. Вы знаете, египетская форма лётная очень красивая, очень красиво украшена. И президент Гамаль Абдул-Насар любил в своей свете показывать его иностранным делегациям. Смотрите, какой офицер, он действительно статный, красивый, полковничья форма на нём сидела, иголочки. Как он стал президентом, когда был убит Садат? Садата убили кто? Во время военного парада. Во время военного парада один из офицеров из братьев мусульман, при поддержке нескольких солдат, расстрелял всю правительственную трибуну. Кстати, всем тогда многим досталось. Садат был убит, Мубарк стал президентом. И Египет же в принципе принял его. Принял. И первое время носили буквально на руках. Его считали последователем Насара, Гамаль Абдул-Насара, лидера арабской нации на протяжении многих десятилетий. Но то ли засиделся лидер, то ли что-то другое, а скорее всего то, о чём вы говорите, то есть те процессы, которые созрели в обществе, а именно общество стало ну не может быть не слишком образованным, но поднялось по крайней мере за счёт твиттеров, за счёт смсов, за счёт мобильной связи. Короче говоря, цивилизация проникла туда, но видимо то ли не тем крылом цивилизация зацепила Египет и другие страны. Вот одной особенностью вот этой арабской весны является то, что на поверхность, вот активную поверхность вышли не некие организованные политические силы, имеющие опыт политической борьбы, имеющие какую-то там теорию развития своего государства, концепции, а пришли стихийные массы. И пришли стихийные массы без лидера общенационального масштаба, без какой-то программы, стратегии и так далее. И вот когда такие люди выходят на поверхность, то первая задача это везде и у нас, кстати, тоже. Всегда ищут виновных. И вот здесь в этом комплексе виновных да, мубарок, потому что он вот такой-такой там привёл к нищете и так далее. Да, мубарок, потому что он проводил неправильную политику признания Израиля, дружбы с Америкой и так далее. Это, значит, выплёскивается и на Израиль, и на Америку, и в целом на Запад. Вот. И всё прочее. И вот сегодня то, что в Йемене вот ожидается, ну, уже процесс идёт, то, что в Сирии готовят сегодня. Вот есть мощная оппозиция, какой-то переходный там национальный совет также формирует, но ни лидера, ни программы нет. И они выступают только под лозунгами «Долой». И поэтому вот сегодня наиболее организованная сила в Египте это братья-мусульмане. Она имеет и подпольную историю работы, более-менее организованная. Она умело, очень умело работала с населением, там не политические лозунги, а конкретно помощь реальную. Уже упоминавшийся президент Египта Гамаль Абдуль-Наср не только запретил эту организацию, она была запрещена, он очень жёстко, жёстко, да, жёстко преследовал, особенно верхушку. Верхушку там вообще казнили, вешали, тогда ещё вешали. И поэтому вот в этот процесс сейчас активно вмешивается и Европа, и, конечно, Соединённые Штаты. Для того, чтобы возглавить этот процесс и привести к своих. Ну, как у нас в 90-е годы, мы знаем, везде вокруг Чубайстов и других ходили американские советники. И вот этот процесс... Это вообще другая штука, вы же знаете, что войти туда, ну, говоря образно, войти туда стоят рубли, а выйти это уже два. Почему я так говорю? Потому что когда американские стратеги выстраивают свою позицию по отношению к тому и новому восточному лидеру, знаете, мне вспоминается фраза, которую приписывают Черчиллю. Не знаю, он её произнёс или нет, или кто-то из... Ну, из британских востоковедов кто-то произнёс. Араба нельзя купить, его можно только арендовать. То есть, тут на время заполучить. И поэтому, когда выстраивают политику вокруг того или иного лидера, то, например, братья-мусульмане, которые сейчас уже дышат в затылок нынешнему руководству, в Египте есть ещё одна сила, которая может им противостоять. Армия Египта это единственная сила, которая и политическая в том же числе. Потому что генералы, египетский генералитет, это не наши генералы. Египетские генералы это очень богатые люди. Они все в крупном бизнесе, они все из больших, крупных семей. Они задействованы и в нефтяном бизнесе, и в советской компании принимают участие, и в земельном выборке, в строительстве, везде. И ни один человек из этой вот верхушки военной никогда, ничего не отдаст ни исламистам, ни буддистам, ни синтоистам, уж извините, не может продолжать этот ряд, никому. Потому что он, мало того, что он в погонах, он ещё и собственник. Поэтому хорошо это или плохо, другой вопрос. Но на Востоке армия всегда была той конструкцией, на которой держалось общество. Женя, возражу тебе, о первой арабской весна, когда вот эти революции пошли, кто совершал? Те же молодые военные, за которыми солдаты, имеющие собственность, военные совершали. Да, Гамарин Бельнастер был, всего-навсего, подполковникам. Да, Мне хочется вот связать с той идеей, с которой мы начали наш разговор, вот и этот регион мира, который ну веками был тихим омутом фактически и абсолютно не играл никакой роли в мировой политике или, может быть, минимальную играл. Он теперь не просто пришёл в движение, а он является одной из точек, которая может взорвать мир, потому что арабо-иранская война с участием Соединённых Штатов это, ну, я не скажу начало Третьей мировой войны, но это раскаты очень серьёзного и это опять же обрушение того мироздания, миропорядка, который существовал веками, это тоже вписывается вот то, о чём шёл сейчас разговор, вписывается в эту идею, что мы с вами на пороге совершенно нового мира. И вот как он будет выглядеть, Леонид Григорьевич? Вот что, мы сейчас видим вокруг себя только то, как всё ломается, всё преобразовывается, но если, я избегаю слова, рушится, но, во всяком случае, осыпается, вот осыпается, здесь посыпалось, там посыпалось, как в старом здании. Ну, я думаю, бояться этого не нужно, хотя действительно, вот, Валентин Сергеевич прав, что вот эта война против Ирана, на стороне Соединённых Штатов выступит не только Израиль, но Саудовская Аравия, страны Персидского залива, ну, по сути дела, Лига Арабских государств. Это действительно будет печально и трагически, но всё равно, вот я говорю, 21 век, это уже век не государств, а цивилизации. Поколотят друг друга. Печально это, я говорю, к сожалению, это произойдёт, но дальше на этом здании Арабского Востока, на разрушенном нынешнем здании Арабского Востока будет строиться новый арабский прежде всего порядок, а дальше та же Персия, нынешний Иран, вспомнит традицию свою великую, как вот китайцы долго не вспоминали, Аденциапин имнапо, вернётся исламский мир на пути вот этого динамичного развития. И возникнет Персидская и Османская империи. Ну, как в 800-х лет назад. То же самое, да, нет, скорее всего, просто будет некий дом не на основе империи, а, ну, по крайней мере, треснанные ветви ислама, они будут искать способ все это действия. видимо, эпоха империи всё-таки прошла, наверное. Мне что? Даже, в общем-то, небольшие страны, и то, как, вот, Чехословакия, да, входившая в Австро-Венгрию, рухнула империя, и Чехословакия стала теперь тоже две страны, Чехия и Словакия. Видимо, имперские уже времена прошли. Ну, процесс. Или они правы? мне тогда хочется вот о чём в связи с этим сказать. Ты прав, конечно, я хочу сказать, что вот мы рассуждаем, может, некоторым нашим слушателям и зрителям может показаться, что рассуждаем о проблемах, в общем, нас не касающихся. Наверное, Женя подведёт нас. Да, что где там где арабы, финансовый кризис на Уолл-Стрит, где там буря на Арабском Востоке и прочие тонкости, о которых вот здесь рассуждают. А Россия это... Вот я думаю, что... Вот, Валентин Сергеевич, прежде чем мы сейчас заговорим о России, я хочу вернуться опять-таки к той же точке, от которой мы начали потихонечку прокладывать векторы, а именно к экономическому кризису, к тому пузырю, который лопнул, вы назвали. А как это могло произойти в Америке, в стране с выстроенной экономикой, в стране с выстроенной моделью, в стране, где сидят советники, которые всему миру могут советовать, как вести вообще дела в экономике, в политике и так далее. И даже кому-то помогают, кому-то навязывают. Так вот, как же там могло произойти, что финансовый пузырь надувался, надувался и лопнул. Это как? Евгений Николаевич, вообще эта тема требует особого разговора. Разговора с привлечением серьезных экономистов. Я надеюсь, мы это с вами сможем сделать. А коротко я могу сказать, что рухнуло то, что называлось обществом потребления. Годами, десятилетиями приучали население и Америки, и Европы потребляй, потребляй. Давали возможность кредиты, кредиты исчерпывались, перекредитовывали, все оказались в долгу. Вот это безуждешное потребление. В общем, я позволю себе о народах, не принято критично говорить, но в общем развращены были массы и американцев. Я это видел своими глазами. Это отсутствие всего, всякого интереса, кроме интереса к потреблению. И в Европе это, ну что, сейчас все спасают Грецию. Так ведь Греция довела себя до того, что она потребляла, но не работала, она не кормила себя. сейчас спасают. Ну, социальные благо легко дают, отнимать их трудно, поэтому люди выходят на улицы. Вот это безудережное потребление, которое провоцировалось финансовым капиталом, который наживался на этом безудережном кредитовании и привело к тому, что наступает момент истины, когда за долги надо платить. И сейчас западное общество, я объединяю Америку, Канаду, Европу, находится в положении, когда им надо расплачиваться за многолетние долги, а массы расплачиваться не хотят. Поэтому социальные проблемы уже начались. В Америке это движение не случайно назвали «Оккупируй Уолл-Стрит», между прочим, не «Белый дом», не «Капитолий», а сообразили массы будто бы темные, где вообще «Корень зла» «Оккупируй Уолл-Стрит». И такие движения перекидываются в Европу. Поэтому я еще раз хочу сказать, Евгений Девинович, тема заслуживает серьезного разговора. Я вот ограничился теми соображениями. Безусловно. И поэтому я как раз хочу сказать, мы специально сегодня, ну, так уж я стараюсь построить нашу беседу, обходим пока наши проблемы и место России в мире. Почему? Потому что вот то, о чем вы сказали, потребление, вот это знаменательное, считаю, одно из ключевых понятий. Когда кредитование, перекредитование, кончаются кредиты, вам с удовольствием дают новый кредит, и тут вам не хватает, вам опять дают кредит, все друг другу должны. Ну, в какой-то степени мы-то тоже уже проходили. Но вот это потребление, то, что, кстати, американское общество навязывало всему миру, оно, кстати, и к арабам присло. Вот почему мы говорим о том, что почему арабы вдруг сказали, мы живем хуже, чем малайцы. И до них дошли идеи потребления. А ведь отцы основателей Соединенных Штатов, Владимир Сергеевич, не дайте мне соврать, призывали трудиться, трудиться и трудиться на своей земле. А превосло во что? Потребляй, 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 еще больше потребляй. Вот мне кажется, экономическая нестыковка-то здесь. Да здесь не нестыковка. Ну, вообще-то, Америка развивается вопреки взглядам и политике основателей, прежде всего, отцов-основателей, прежде всего, Авраама Линкольна. Он совершенно по-другому, он даже вот предупреждал, может быть, за это убили, чтобы не финансисты там доминировали и так далее, чтобы общество само работало, само строило государство и само зарабатывало себе. Но вот здесь Валентин Сергеевич прав, что действительно создали общество потребления, но не нужно думать, что банкиры там или промышленники, крупный капитал, короче, вот они заработали много денег и они хотят и других подтянуть, чтобы жили хорошо. Нет, таким образом, вот через поддержание определенного уровня жизни, они формировали социальный мир, чтобы не было революции, чтобы не было угрозы их капитала. Но на каком-то этапе, если бы они вот свои аппетиты, вот получения прибыли, избавили, и не стали бы выводить промышленность с территории США куда-то и так далее. А вот это одолело их жажда прибыли, жажда сверхбогатства, жажда сверхпотребления, сверхвласти и так далее. И вот сегодня они уже не могут остановить этот процесс у общества. Общество, как жило, оно не хочет хуже жить. И вот здесь сегодня серьезные противоречия. И в Европе тоже поколение Y сегодня набирает силу и так далее. Но я все же коснусь России. У России сегодня уникальный шанс предложить человечеству, начиная, конечно, с себя, новый геополитический проект, новую формулу миропостроения. Мы вот над этим работаем сегодня. И поверьте, вот я не только много по миру ездил, но и сегодня мы общаемся на международных конференциях, там, круглых столах, и просто в личной беседе. Все ждут, что предложит Россия. Россия неоднократна. Она жила проектно, и причем каждый ее проект, будь то там объединение русских земель, там, от Александра Невского, проект Москва, Третий Рим, Советский наконец-то, социалистический проект, они все были мессианскими. Мы как бы преобразуя себя, пытались позже принести мир. Сегодня ждут, ждут российского проекта, что, какой мир Россия предложит. То есть нужно геополитически вот этот, переходить в метод геополитического исток. И надо оказаться состоятельными в условиях такого ожидания, ответить на это ожидание. Я думаю, Леонид Григорьевич, этот проект должен строиться уже учитывая горький опыт всех окружающих, я имею ввиду и тех терцентров, которые вы назвали цивилизационных, и тех процессов, которые происходят социальных и общественных. И тех ожиданий человечества, чего человечество ждет? Вот какие-то векторы, поскольку вы работаете, может быть, как вы только что сказали, может быть, чуть-чуть приоткрыть маленькую завесу, не такая же это, наверное, тайна, или пока еще рано говорить? Нет, мы говорим об этом, мы пишем об этом, вот 17 у нас февраля будет наше собрание, нашей Академии геополитических проблем, и мы никаких там отчетов, ничего, мы будем рассматривать, читать мир, вот анализ сдавать, картину мира, и дальше будем говорить о нашем геополитическом проекте. И мы не только между собой говорим. Вот мир цивилизации, первое, вот нужно сегодня перестраивать, начиная с системы международной безопасности, перестраивать на цивилизационный принцип. То есть, например, Совет безопасности, постоянные члены Совбеза, поблагодарить тех, кто сегодня, вот пять постоянных членов поблагодарить, но постоянными членами предложить, и это Россия может только сделать, предложить, ну, Россия от Евразийского Союза, от СНГ, поставим ее первой. Дальше Китайский, представитель от Китая, китайской цивилизации, индуистской цивилизации, исламской цивилизации, от Африканского Союза, от Латинской Америки, от Северной Америки и от Европы. Вот постоянные члены Совбеза. И тогда вот таких решений, как по Ливии, больше не будет уже. Вот будет действительно выстраиваться. Ну, и так далее. Это вот один пример. Второй, вот мы говорили, есть три геополитических центра сегодня, которые определяют и войны между собой там, ну, войны ведут между собой на чужих пока территориях, или вот в случае Америка Европа. Не бомбят друг друга, бомбят кого-то там, но ведут экономические операции, проводят финансовые операции и так далее. Так вот, для России сегодня вот есть благоприятнейший момент создать вот это четвёртое геополитическое пространство. Россия, Индия, Иран, ну, и Японии деваться некуда, она может потом войти. Вот своё пространство. И здесь не только вот с целью выгоды экономической, но если эти три центра сегодня ведут войну между собой, то нужен центр, который будет их разводить, мирить, что ли, балансировать. А не получится ли вот вы назвали такие разные страны, как Россия, Иран, Япония, Индия, более-менее нейтральная всё-таки со всех сторон страна, не получится ли это лебедь, рада, щука, как в известной басне Крылова? Нет, ну, во-первых, у нас принципиальных цивилизационных, культурно-цивилизационных различий между Индией и Россией нет, между Россией и Ираном нет культурно-цивилизационных. Вот Иран и Япония, как они? Ну, Япония, вы понимаете, это тоже близкая нам цивилизация. Мы, когда говорим близкая цивилизация, это не там разрез глаз, там язык и так далее. Нет, 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 нет. А культурная система ценностей, вот есть код культурно-цивилизационный, на его базе строится система ценностей. Вот наш код русской цивилизации это совесть, матрица, совесть, святость, справедливость. А что, у японцев не так? У индусов не так? И так далее. Вот. И на этой основе выстраивать. Но я говорю, Индия, я когда-то Владимир Владимирович Путин, вот в самолёте летели, я говорил, что Индия наш главный геополитический союзник. И объяснял, почему. Не против Китая, не против там запада исламского мира, а для того, что мы совместно будем балансировать и аппетиты Китая, когда они там возрастут, и аппетиты Запада, и исламского мира там вовлекать будем сюда, и так далее в общую. Нужно строить мир сегодня на балансе сил и интересов, а не на превосходстве, как пытается Запад. Кстати, Валентин Сергеевич, когда мы говорим о превосходстве, вот помните в своё время ваш знакомый Генри Киссинджер проводил такую дугу безопасной, дугу нестабильности по всему глобусу, начиная от ЮАР, и она упиралась куда-то в Китай. Сейчас в Соединённых Штатах уже другие политики новую дугу нестабильности проводят через Арабский Восток, и опять она упирается куда-то в сторону Китая. Это что такое сакральная какая-то дуга, которая в американском сознании всегда... Американская дуга формируется всегда исходя из сегодняшних политических интересов Вашингтона. Вот сегодня самое большое опасение Вашингтона не Россия. Так было. Мы это пережили. сегодня американские идеологи, которые опережают пока политиков, думают о китайской опасности. Поэтому дуга, о которой ты говоришь, она и упирается сегодня в Китай. И не просто на схемах. Обама, объявив новую военную стратегию 5 января, одновременно объявил о создании новой американской военной базы в Австралии. Вот так вам и дуга, куда она идет и против кого направлена. Ну, Леонид Григорьевич, Вы знаете, в свое время, вы помните прекрасно, у нас в советской еще прессе был такой термин большая дубинка. Ну, мы тем самым показывали агрессивную сущность американского империализма. Были в нашей прессе, Валентин Сергеевич, такие понятия, как прогрессивная мировая общественность. Ну, раз бы она была прогрессивной, значит, была какая-то и, видимо, злая, нехорошая общественность. Был такой термин также народы мира не допустят. И вот когда мы говорили, что с одной стороны большая дубинка, а с другой стороны народы мира не допустят, и вот она, прогрессивная мировая общественность, в задачке спрашивается вопрос, где сейчас прогрессивная мировая общественность, а вот большая дубинка, как я понимаю, сохраняется. Вот, Леонид Григорьевич, смотреть это в военно-политическом контексте или в геополитическом, а вот дубинка есть, а прогрессивная общественность куда-то делась. И сейчас прогрессивная общественность занимается своими внутренними делами, смещает правительство, выходит на площади, требует хорошей жизни. Как в этих условиях выстраивать ту модель, которую мы хотели бы видеть, стабильный мир, и было такое понятие прочный мир? Никуда не девалось прогрессивное человечество, просто мы сегодня как бы считаем, что вот они есть, когда они появляются на телеэкране, ну, сегодня там в интернете и так далее. Так вот, в мире здесь Валентин Сергеевич говорил, серьезные в экономике, в политике происходят ну, вот эти процессы переходные, но не только здесь. Вы понимаете, вот сместились некие акценты в смысле жизни, вот это потребительская цена жизни, она стала доминировать, и мы сегодня не видим вот, не только политиков такого мирового уровня, как Деголь, даже как вот там Шрёдер, или Кольта, и так далее. Мы сегодня не видим ни философов там серьезных, ни политологов, типа, скажем, Кеннона. их нету. Их они есть, но не в том количестве, но их просто не выпускают на экран, вот мы сидим, и наша тема многим покажется скучно, если бы кто-то тут схватился там за какую-то сенсационную текущую вещь. Есть такое телевизионно-радийное выражение, формула для отсечения его, не формат, не формат. Да, да, да. Ну и кроме того, обычно сейчас вы знаете, что ждут каких-то сенсаций и потрясений. Ну, все правильно, да. А серьезно задумываться сейчас стало не модно, видимо. Не так, не так. Я служу по моим студентам, я предбодаю МГИМО и профессором состою в Московском государственном лингвистическом университете. И у меня 10 лет практики. Вот то, что было 10 лет там, 8 лет назад. Вот это действительно те, кто не думает. Придите ко мне сегодня на лекцию или на семинар. У меня сотня там, студенты попросили, вот, чтобы им там читали геополитику. И они так рьяно очередь стоит, чтобы сделать презентацию своего видения вот арабской весны и так далее. И это меня радует. Вот в двух университетах и плюс в нашей академии мы не вмещаем уже молодежные отделения вот. Идут. Идут. И причем идут где-то и посильнее нас. Может быть не посильнее, но где-то по-иному рассматривают эти процессы. Они расползают нас. Да, да, да. И ум у них уже, наверное, более расколон. И что важно, они уже на старте более информированы, чем мы когда-то были на старте. И вот я вот продолжу немножко тему, что вот Валентина Сергеевича заданную тобой, вот, куда они, почему они туда идут. Вот мне одна девочка презентацию делает из МГИМО. И она говорит, так это же американцы, вот посмотрите, Леонид Григорьевич, и своим коллегам, они же теорию или концепцию этого Николаса Спайкмена, американского геополитика, который там и развил и МакКиндера, и других там. Они, говорит, занимают Хартлин, это самое, Римлян, береговую зону идут, и вот они рисуют, говорит, подбираясь, окружая континентальные страны, ну, делится мир на две геополитические сущности, континентальный мир, морской мир, и вот морской мир сегодня береговую зону занимает, и чтобы сдавливать, как Альфред Мехен говорил, сдавливать, петлю анаконды, сдавливать континенты вот своим окружением. и вот они это уже понимают, студенты. Так что есть нам другое дело, что нужно смелее вот эти яркие таланты выводить и в студию выводить, хочешь, я приведу таких. приведите с удовольствием Сергеевич, по-моему, будет интересно поговорить с молодыми людьми на темы волнующие. И потом поставлено вот перед человечеством ставятся задачи, а решают эти задачи всегда или изобретатель, или философ, или исследователь другой сферы. Ну, я, конечно, геополитику причуствую. Вот они решают. Колесо ни политики создали, ни финансисты, там паровоз то же самое. И вот сегодня это изобретение есть. Это золотой фонд человечества, потому что вот если попытаться обобщить то, о чём мы говорили, мир на переломе, мир в общем переходит в какое-то новое состояние политическое, экономическое и Россия духовное и духовное и Россия может должна и обязана не созерцать это со стороны, а сыграть свою роль. И вот люди, о которых Леонид Григорьевич сейчас говорит, вот это и есть тот золотой капитал России, который мы должны научиться использовать. и должен заметить еще Валентин Сергеевич, вот вы упоминали уже о том, что общество потребления развивалось в Соединенных Штатах за последние четверть века, семимильными, как говорится, шагами, развивалось как на дрожжах, но ведь вы же прекрасно, больше сейчас движение захватил Уолл-стрит, вы его упоминали, ведь это в основном молодежь, это люди молодые идут, ну, где-то в районе 30 лет, до 30 и чуть старше, но ведь на вашей памяти это уже не первый случай, я к чему говорю, значит, прогрессивная общественность, видимо, не только у нас еще сохранилась, в Соединенных Штатах, наверное, были уже на вашей памяти, я же прекрасно знаю, были и движения, были и реакции на них, когда я смотрю на телевидение, на кадры разгона жестокого полиции этих ребят движения «Захвати Уолл-Стрит». По 800, 300, 500 человек рисовывают. Я вспоминаю, как я это на собственной шкуре испытал, когда разгоняли в Чикаго огромную, многотысячную, молодежную демонстрацию против войны во Вьетнаме, я как журналист был в рядах демонстрирующих, в результате оказался с ожогом верных дыхательных путей от газа полиции, так что я хорошо представляю себе, как трудно сегодня этим ребятам в очень демократической стране делать то, что они делают. Тем более это важно, тем более это заслуживает уважения. но тем не менее вот американцы провозглашая себя самой верхней демократией, они идут сегодня на меры фашистского характера. Ну, во-первых, национальную гвардию они сегодня подчиняют для борьбы с внутренним миром. Сегодня принят закон, где армия, точнее, там, поправки закона патриотизма, армия может арестовывать без суда и следствия арестовывать и содержать в тюрьмах граждана, любого гражданина, который им окажется подозрительным, ну, угрожает национальной безопасности или ничего не ориентирования. Возлагают полицейские функции. Да, да, да. И поэтому сегодня сокращают войны на чужих территориях, готовясь к войнам на своей территории. Подчищают тыл. Да, да, да. Валентин Сергеевич, раньше мы написали, вот они, гримасы муржуазной демократии. Будем мы действовать сегодня так, как мы говорили раньше, потому что многие времена и мы тоже, я могу, несмотря на свой возраст, сказать, что и я, пожалуй, сегодня другой. Да. Я вот могу в заключение привести, вот уважаемый, есть американский следователь, которому не дают жить в Америке, Уильям Энгдайк. Он недавно был в России, выступал перед нами. И вот, что он пишет об Америке. Он много оправдывает и СССР во многом здесь и так далее. Я считаю, что выйти из кризиса Америка может только в том случае, если ее правительство привезет, привезет, зовет к ответу финансовую элиту, возродит промышленность и откажется от ковбойской международной политики. И дальше он говорит, я не исключаю, ну, если это правительство не сможет, я не исключаю, что Америка может развивать крупный региональный конфликт на Ближнем Востоке или даже Третью мировую войну. от финансовых воротил Суэлл-Стрит можно ожидать самых безумных течений. Умница. Умница. Все правильно написал. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Я напоминаю нашим слушателям, нашим зрителям, что сегодня у нас в студии состоялась беседа по основным вопросам, которые затрагивают интересы множества людей. Может быть, даже люди, которые и не осознают, что это их касается. На самом деле это так. На самом деле то, что окружает нас, а это мировой глобальный финансовый кризис и глобальный политический кризис, который вызревает на основе этого экономического, это касается каждого из нас. И каждый еще столкнется с его последствиями, с его побочными, может быть, действиями. А сегодня я напоминаю, в нашей студии был гость, это Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор, генерал-полковник. Валентин Сергеевич Зорин, политический обозреватель «Голоса России», доктор исторических наук, профессор института США и Канады, вел программу «Политический обозреватель «Голоса России»» Евгений «Голоса России». Телефонный «Голоса России» всегда в эфире, на сайте, и где угодно вы можете найти возможность связаться с нашей программой, с нашей редакцией. Сегодня мы с вами прощаемся, надеюсь, ненадолго. Давайте превратим наш стол в круглый с вашим участием. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok